Тогда, 30 лет назад, отец-основатель кинотавра Марк Руденштейн еще выбирал, где проводить кинофестиваль в Крыму или на Кавказе. Победил в Сочи. Ну а место проведения вообще показалось идеальным. Гостиничный комплекс находится на берегу моря, зимний театр и театральная площадь, которая, конечно же, в былые времена собирала гораздо больше поклонников отечественного кино. Приходят посмотреть на кинозвезд, посмотреть на тех, чьим словам с экранов верят и кого любят. Артисты по традиции начинают дефили от гранд-отеля, позируют перед объективами фотокамер, демонстрируют вечерние наряды в 30-й день рождения кинотавра. Я считаю кинотавр самым солидным, самым правильным, самым престижным российским кинофестивалем. Это очевидно. Безусловно, конечно, он уже подтвердил свое право на жизнь, дальше только масштабы. Несколько лет фестиваль был даже международным. В Сочи помнит приезд Дольфа Лунгрена, Жан-Кот Ван Дамма, Арнелы Мути. Но сегодня «Красная дорожка» по праву принадлежит только звездам российского кино. В этом году в конкурсную программу попали 15 кинолент, в том числе «Мысленный волк» Валерия Гагерманики, которая, несмотря на свою беременность, прилетела в Сочи лично представить картину. Кинотавр традиционно собирает артистов, режиссеров, журналистов, которые первыми знакомятся с новинками российского кинематографа. Я с удовольствием буду все это смотреть, с удовольствием огромным. Потому что это единственная площадка фестивальная, на которой не интересуют споры меня, доли, рейтинги. Абсолютно не интересуют. Здесь интересуют художественные достоинства картины и эксперимент. И понятно становится, куда движется кино. Мне кажется, что здесь каждый год, уже многие годы происходит праздник кино и очень много хороших фильмов. Не знаю, за последние годы я именно здесь смотрю какие-то самые интересные российские премьеры. Наверное, не приехал бы, если бы все-таки я не почувствовал, во-первых, что ничего, что все-таки кино начинает меняться у нас. А для сочинцев и гостей курорта традиционно работает зал под открытым небом. Каждый день кино на площади, начиная с 22 часов. Сколько было фильмов разных, сколько было мнений, так и должно быть. Потому что все-таки искусство отражает и историю, и действительность сегодняшнего дня. И каждый из нас выносит что-то свое. Но мы всегда ставим в понимании добра и зла, как нам идти в этом мире и какой-то другой шагать. В Чури кинофестивале в этом году возглавил Константин Хабинский, который пообещал судить работы по таким критериям, как красота, содержание, талант, любовь и созидание. Он отметил, что у сочинского форума есть свой характер, своя точка зрения и своя правда. Елена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.